Студенты, которые не могут привести больше ни одного примера. И т.д. и т.п. Я никогда не возвращался из отпуска расслабленным, отдохнувшим и полным сил, чтобы вернуться к работе. Я возвращаюсь со вкусом свободы, всё ещё свежим во рту, с новой ненавистью к работе и сильным подозрением, что это не то, на что я должен тратить свою жизнь. Кот, бегающий по квартире. Какашка, прилипшая к жомпе. Бывает, бывает, но мы никому об этом не расскажем. Да, Пикси? Приснилось, что пригласили в Беларусь на свидание, есть драники со сметаной и пить молоко? Вопрос только один. Зачем я проснулась? Ну да, надо было сначала съездить на драники, а потом просыпаться. О да, я в полной мере наслаждаюсь своими каникулами. Так же я. Я. Интересно, почему у меня так болит спина? Так же я. Как выжить в лесу при встрече с волком? Начните бросать в него яйцами. Генетическая память заставит волка ловить яйца в корзину. О, у меня была такая игра в детстве, да. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали. Ква-ква, говорит лягушка. Гов-гов, говорит собачка. Куда я потратил столько денег, говорю я после праздников. Ребята, которые родились с красивыми ровными зубами, которые редко нужно лечить, можете считать, что вы вылупились на свет сразу с тремя лишними миллионами рублей на счету? Повезло, повезло. Однажды мы с женой несколько дней были в ссоре, и она не показывала мне смешные тиктоки, а откладывала их на день, когда помиримся. Вот это любовь. В эти праздники я точно все успею, оторвусь по полной. Я в празднике. А что, так тоже неплохо? Никто. Ютуб лайфхаки. Режем теннисные мячики пополам, чтобы сохранить место. Ну да, ну да. Как только потом ими пользоваться? Склеивать каждый раз, потом опять разрезать, склеивать перед игрой, опять разрезать. Думаю, лучше по-хорошему отдать ей орехи. А ну живо отдавай орехи, а еще часы и бумажник. Ладно, ладно, понял. Приходишь к стоматологу? Доктор, что-то зуб шершавый. А, ну у вас тут просто старая пломба, а под ней портал в ад. Ничего непоправимого. Просто возьмем все ваши деньги, спрессуем их и туда засунем. Будете как новенький. Ничего не поделать. Такое вот у нас ценообразование. Кошка орала, требовала выпустить ее на балкон. Открыл. Кошка вышла, пробыла там одну сотую секунды, заскочила обратно и продолжила орать. Я так понимаю, ей было надо на тот балкон, где тепло, а не на январский. Всем и сейчас немного это кошка. Консультант парфюмери. Здравствуйте, вам что-нибудь подсказать? Я. Пшшш. А, понял, понял. Спрей от консультантов. Единороги существуют, это не миф, это реальность. Просто реальность жестока и в ней нет места романтики. Легко произнести вслух, когда кот прыгает на живот. Ага, получается. Получается, что все татуировки Дуэна Джонсона это наскальные рисунки. Хе-хей. Как бы ты высоко не летал, не забывай с кем ты ползал. Свой среди чужих, чужой среди своих. Он в машине Пепси пьет колу. Красавчик, бунтарь. Мы родились слишком поздно, чтобы нам ответил оператор-человек. Мы родились слишком рано, чтобы оператор-робот мог бы нам хоть чем-то помочь. Кроме как переключить на оператора-человека, да. В КФС все из курицы. Брал вишневый пирожок, попался без курицы. Так вишня откуда-то же вышла. Логично. Подробности знать мы не хотим. Говорите правильно, не бариста, а кофемашинист, оператор кофейной линии, аудиопульт управления кофейным аппаратом, инженер кофейного производства первой категории, в конце концов. Только так. Ну, кофемашинист звучит забавно. Когда у тебя больше одного монитора? Эх, эх. А где курсор? Я покупаю, цена падает, я продаю, цена растет, я думаю о покупке, цена идет вверх, я думаю о продаже, цена идет вниз, я удержу оппозицию, цена стоит в боковике 3 года. Вот такой я везунчик. Ты просто, брат, не теми акциями занимаешься, в пятерочку ходи и по акции покупай продукты. Вот это лучшее вложение. Когда планировал списать работу, но в аудитории не ловят сеть? Дурак без интернета. А твоя машина заводится в минус 30? Не знаю, она в минус 30 не открывается. Хе-хе-хе, Жиза. Я как владелец Калины вам это говорю. У меня просто недавно было, что как раз на морозе машина не открывалась, ну, дверь не открывалась. И потом я ее кое-как открыл, и все, и она не закрывалась больше. Ну, короче, потом починили, все вроде нормально. Ну, или просто потеплело. Ну, вообще и то, и другое. Ходили с дочкой на елку, она, увидев Деда Мороза, захотела сфоткаться с ним. Он ответил, что фото с живым Дедом Морозом стоит 300 рублей. Аж мертвым. Спросила дочь. Мам, купи пазл. У нас есть пазл дома. Пазл дома. Когда спустя 137 правок препод наконец-то принимает работу. Я в эти праздники точно оторвусь по полной. Я в эти праздники. До праздников. После. Не, после праздников там грязная посуда просто должна стоять. Побриться пять раз, побриться пять раз, побриться пять раз, побриться 129 раз. Жиза. По статистике, люди, которые недавно посещали стоматолога, реже лезут в драку и вообще следят за своими словами. Что поделать, цены диктуют правила. Уже родился? Нет, просто вышел сфотографироваться. Сейчас обратно засунем. Эх, смешно. Как я заработал 100 тысяч рублей на инвестициях в биткоин? Первое, попросил у отца 200 тысяч рублей в долг. Второе, купил битков по 50 тысяч долларов в начале 2022 года. Биткоин упал до 25 тысяч, я испугался, вывел оставшиеся 100 тысяч рублей. Сказал бате, что у меня украли все деньги. Итого 100 тысяч рублей чистой прибыли. Приемлемо. Ничего, ничего, лох не мамонт не вымрет. Утро в общественном транспорте. Хорошо, что я покакал утром. Не могу дождаться новогодних каникул. Я все дни с 1 по 8 января. Знаете, если бы можно было лежать сильнее, я бы лежал сильнее. А где посмотреть полную версию интервью с этим енотом? Суровый забор. Нифига, это шпалы что ли? Это шпалы с железной дороги, атомы рельсы, ё-моё. Риэлтор продавца, хозяин квартиры, риэлтор покупателя, покупатель. Как бы тебе объяснить, что стало с твоими весами, мам? Походу, небольшой перевес. Если мы случайно потерялись с моими 30-летними друзьями на танцполе, я не волнуюсь, их легко найти среди толпы. Они танцуют, молодёжный танец, тиктоник. Чего? 30-летние друзья, танцпол, что? Какие-то слова вообще несовместимые. Один американец пожаловался, что обычный поход в магазин обошёлся ему в 1200 долларов. Так, я вижу PlayStation и Xbox, это тебя по акции сверху навесили. Ну, в принципе, нормально в магазин сходил, чё б нет. За 1200 долларов PlayStation, Xbox, ещё и продукт. Точнее, наоборот, продукты, а в довесок ещё PlayStation 5 и Xbox. Это было слишком просто. Так, стоп. Ты, по-моему, неправильно используешь вот это вот серое вещество, которое у тебя в черепе находится. Лично я достиг такого уровня дохода, что могу себе позволить не работать. Правда, только по воскресеньям. И то только ночью. Так ненароком и в Forbes можно попасть. Так выглядит Шрек, который сделан из алмазов и золота. Кто пишет, я бы взял кредит ради этого. Призраку оперы очень повезло, что он жил во французском театре, и французы дали ему такое пафосное и драматичное погоняло. Потому что в России его бы назвали как-нибудь типа Оперный Бабай, Чувырла Мрачна, или Страхолюдина Подвальная. Оперёнок Кузя. Я каждый день просыпаюсь в этот мир, чтобы сообщить всем, что у меня на этот раз болит. Когда твоя девушка немного набрала во время праздников, но ты всё равно её любишь. Родственники. А где ваш сынок? Небось уже вырос, красивый стал, жену нашёл себе. Я в своей комнате. Пацаны, кажется, там про меня говорят что-то. Унитазы покрыты тонким слоем какой-то горькой фигни. Чего? Чего? Это отзыв, видимо, на магазин унитазов. Ты зачем унитазы облизываешь, дурак? Вставай уже шесть часов. Мне ко второй. Вечера. Представляю, как в Якутии в прогнозе погоды диктор говорит. В понедельник в Оймяконе воздух прогреется до минус пятидесяти восьми. Или Оймяконе. Я не знаю, как правильно. Сейчас загуглю. Оймякон. Всё правильно я с первого раза прочитал. Хе-хей. Зато теперь мы все знаем, как правильно произносится Оймякон. Мало кто знает, что изначально этой сцены не было в оригинальном сценарии, но Райан Гослинг настоял, что хочет отдать дань уважения попугаю Кеша. У нас была анатомическая подушка. 15 килограммов утяжелённого одеяла, пару кило мягких игрушек, 4 миллиграмма мелатонина, шторы блэкаут и свежее постельное бельё. Не то, чтобы это было категорически необходимо для сна, но если тебе уже исполнилось 30, то к делу надо подходить серьёзно. Ещё ортопедический матрас, беруши и увлажнитель воздуха. А ты, я смотрю, неплохо так подготовился ко сну. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт memosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик memosk вконтакте и читайте нашу солёную книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика, про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова